Сегодня в правде советской России есть мое обращение ко всем депутатам и гражданам страны, что России нужна конституция справедливости и правительство народного доверия. Мы настаивали на том, чтобы предыдущие правительства были отправлены в оставку и изменен курс. Привидент согласился с этим и принял решение. Мы давно говорили, что конституция, принятая на крови защитникам советской власти, неэффективна. Она, по сути дела, является колпаком, который надели на голову страны и продолжают ее душить. Одни богатеют, вторые нищают, а недра и граждане беспощадно эксплуатируются. Привидент согласился, что нужен ремонт и конституции. Мы предлагали сформировать правительство народного доверия, но на это не пошли. И даже не приняли наше предложение для реализации программы устойчивого развития села, которую возглавлял Гордеев, возглавлял Кашин и поддерживал активно Володин. На мой взгляд, это стратегическая ошибка президента. Вот сейчас прошло три недели работы правительства, и сыпется один за другим подарки, в кавычках, которые не радуют граждан. Прожиточный минимум, окажется, цены в России снизились. На самом деле, это полная ложь. На продовольствие они повысились. Тем не менее, решили из 11 тысяч рублей еще чуть ли на 400 тысяч сократить. Из этих 11, 5,5 тысяч шли на продовольствие. Хочу напомнить, что содержание одного уголовника в европейской тюрьме стоит 4 600 рублей, а за месяц 138 тысяч. Так что это даже не тюремная пайка, это хуже. На мой взгляд, сейчас надо принимать экстремеры по корректировке курса. Посмотришь, правительство заседает, но пока мы не слышим на эту тему ни одного предложения. Было интересное предложение по электронной промышленности, но, боюсь, оно заглохнет под рокот о новых болезнях и суете парламентской, которая здесь устраивает Единая Россия. Мы внесли 15 поправок в Конституцию. Мы просмотрели все предложения, которые сформулировала наша команда. Афонину и Смолину поручены сегодня их вручить здесь и там комиссии. Хочу напомнить вам, главная угроза – это вымирание русского народа на просторах Российской Федерации. Мы с времен войны потеряли 65 миллионов. После 1991 года 20 миллионов русских ушли с тела России. Я сегодня посмотрел, как это выглядит по кругам. Лидирует Поволжский округ, Саратовская область, откуда наш председатель. Поэтому к нему официально обращаюсь, чтобы эту тему о роли русского народа поставили на слушание. И эта тема была глубоко изучена. Почему? Потому что дальнейшее уничтожение русской нации, а при этом курсе еще убудет почти 12 миллионов, означает распад наших территорий. В Конституции должно быть жестко и четко написано, что надо защитить хребет демографической России и культурно-исторические наши традиции, язык и многое остальное. Без этого невозможно держать просторы в единстве. Вторая тема, которая крайне беспокоит – это недра. И у нас единственная Конституция, где недрами можно торговать, где 15 упырей посадили на тело страны, они захватили 10 тысяч рудников и не хотят платить нормальные налоги. Посмотрел за последние три года, продавали вашего сырья, вашего на почти 20 триллионов рублей. В бюджете ни разу не было больше восьми. Третий раз, повторяю, когда Рдынское их было, брали десятину со двора. Если брали больше, то с доимству голову отрубали. А здесь берут более половины и не хотят платить нормальные налоги. Мы считаем, что это должно принадлежить народу. И официально в Конституции это надо записать четко и жестко. Многое шумят о прожиточном минимуме. Я уже сказал, какой он у нас. Ну, а теперь будет у нас минимальная зарплата 12 130 рублей. Расшифровываю, что это такое. Надо прежде всего заглянуть, а какая минимальная зарплата. Это закон есть во всех европейских странах, почти азиатских, африканских и латиноамериканских. Средняя минимальная зарплата в Америке 79 тысяч. В Европе ведущих странах Германия, Франция, Англия более 100 тысяч. Если посмотреть, наш партнер сегодня по ближневосточным проблемам в Турции, у них почти в три раза больше. Я взял прибалтийские страны, у которых нет ни сырья, сбежало трудоспособное население в Европу и разрушили почти всю экономику. И у них в два-три раза больше и в Латвии, и в Литве. Ну, тогда давайте решим. Главный вопрос, что прожиточная минимальная зарплата должна быть достойна каждого человека, она гарантирована природными ресурсами, нашей наукой и всем остальным. Минимум 25 тысяч сегодня. А в принципе, как Смолин написал в Советской России, по оценке крупных ученых, это на сегодня 36 тысяч. Я считаю, что надо гарантировать бесплатное образование и здравоохранение каждому гражданину. Сегодня, если зуб заболел, бесплатно тебе в лучшем случае вырвут этот зуб, а потом ты их не вставишь. Сегодня полстраны ходит без зубов. Это самая большая трагедия. Ну и с такой минимальной зарплатой и пенсией вы не в состоянии ни лечиться, ни нормально питаться. Нищая страна не может быть здоровой. Поэтому надо все сделать, чтобы гигантские ресурсы работали на каждого человека. Для этого есть полная возможность. Для нас исключительно важно отремонтировать управление. Вообще-то эти поправки во много внесены, это моя версия, из-за государственного совета. Но надо было их обложить со всех сторон хорошими примочками. Я за, чтобы иностранцы не управляли нашей страной. Но если вы глянете ведущие отрасли, там иностранный капитал господствует от 70 до 95%. Я за то, чтобы чиновники и их родственники ближайшие не имели базу для того, чтобы сбежать. У нас почти 20 министров и руководителей за последнее время, которые работали в правительстве Путина, смыли за кордоном. И никто не ответил. И ни с кого ни копейки не взыскали. Да, но тогда давайте решим вопрос. Если Дума будет назначать и министров, тогда давайте, чтобы Дума могла пригласить, его заслушать и дать рекомендацию снять этого министра. Если Совет Федерации будет назначать и утвердать силовиков, тогда давайте защитим. А сейчас сидит клише с своей командой. Я смотрю, как они обсуждают. Они все крутятся вокруг того, чтобы отдать право президенту и прокурора назначать. У нас что-то судьи превратились в инквизицию. Вот сейчас боемся вокруг совхоза Ленина. Ни судьи, ни прокуроры, ни следователи ничего не делают. Полихаты и их покровители в Кремлевском кабинетах по-прежнему господствуют и диктуют условия. Еще раз заявляю, мы не дадим возможность раскассировать это уникальное предприятие. Сейчас вокруг предприятия Казанкова, которые отбили от бандитов. Почему ходят? Только потому, что позиции этого предприятия незыблемы на европейском рынке и у нас. Хотя за январь месяц практически все магазины в стране убавили свою выручку, потому что у людей нет денег и они не в состоянии нормально жить. Для нас принципиально поддержка местного самоуправления. Сколько? 190 позиций им передали. И нет финансирования. Деньги сюда стаскивают, потом даст кто отдаст нужные результаты на выборах. Это жульничная схема. Ну и если вы добавляете полномочия и Совету Федерации, и Думе, и местному управлению, давайте организуем выборы, при которых будут избирать достойных. Снимем барьеры, организуем нормальный диалог, восстановим право депутата. Раньше депутат 7 минут имел полное право приехать вокруг выступить. Выбросили. Имела фракция возможность полчаса выступить на 20, вести 24, выкинули. Теперь не каждый раз и лидеров фракций было 30 минут, теперь до 15, до 20. И говорят, у нас демократия, все прекрасно. Ничего не прекрасно. Нам надо сейчас, ремонтируя Конституцию, прежде всего подумать, как выправить этот курс. Мы приглашаем Мишустина с своими министрами для того, чтобы обсудить эти проблемы и у нас во фракции. Три недели достаточный срок для того, чтобы сделать хотя бы официальные заявления. Какие? Нынешний бюджет не в состоянии выправить положение. Нынешнее исполнение президентских указов и распоряжение национальных программ. Вчера он видел, требовал, не раскачивайтесь. Я это пятый раз слышу. Вы загляните, каким образом выполняются эти программы. Что касается цифровизации, 24%. Что касается экологии, 30% небольшим. У вас провалены они? Тогда собредите свою единую Россию, комитеты, министры и давайте думать, как наполнять бюджет, бюджет развития. Мы для этого внесли свои 12 законов, свой бюджет развития в 33 триллиона и свои предложения. Мы будем над этим и дальше работать. На мой взгляд, нам надо учиться у великой советской эпохи. Сейчас, наконец, стали выговаривать и Красная Армия, но забывают сказать, вот на следующем этаже выставка Ялта, где к Сталину приехали ведущие руководители, где определилась судьба мира и страны, где формировалась ООН и Совет Безопасности, где были приняты решения, которым мы можем только гордиться. Утром включаю, Сванидзе уже и зашел от желчи, мохом, грязью, оброс и плюет в великую советскую эпоху. Ну, вы там тыкаете в поляковы, ну, тут ничего нового нет. Ну, почему на ведущих каналах с утра до вечера плюют в великую эпоху, которая их и сегодня кормит? Наведите сначала порядок дома, тогда будет все в порядке везде. Субтитры создавал DimaTorzok